Друзья, всем огромный привет, с вами снова я Гарли, рад видеть вас на новой серии по Радмиру, где мы сегодня проведем эксперимент, что же будет, если заложить игровую машину в казино. Вы все прекрасно знаете, что казино это дорогое удовольствие, то что казино зачастую сливает, но возможно есть какой-то шансик небольшой, где мы сегодня с вами окупимся, уйдем в плюс, возможно словлю число первой или второй ставкой, ну и соответственно будем в шоколаде. Достаточно рискованный будет эксперимент, поэтому от вас хочу увидеть поддержку в виде лайков, в виде подписки, ну и конечно комментариев. Ну и также я напомню то, что играю на шестом сервере, вы можете ввести в чате вот такую команду и сюда прописать мой промокод Гарли, который дает хороший денежный бонус при начале игры, а также я выдаю 200 тысяч за рефералку, все что от вас требуется это просто прописать мой ник и промокод. Итак, держу я курс в казино города Южного, потому что там наиболее актив на сервере, у нас на сервере на шестом имеется монополия, поэтому как бы казино Латкарина есть закрытое, а казино Южное наоборот. И я неспроста сейчас еду на Тесле Кибертрак, потому что Тесла Кибертрак стоит где-то плюс-минус 10 миллионов с 15 износами. Давайте сделаем вид, что я ее уже продал, у меня на аккаунте как раз таки имеется 10 мультов и попробуем с этой суммы раскрутиться до более высокой. Ребята, которые залаживают в казино всякие Бугатти, они как бы получают очень хороший стартовый капитал и соответственно шансы у них словить число больше. Я же буду в свою очередь придерживаться другой тактики, что же будет если мы заложим не очень дорогую машину стоимостью 10-15 миллионов, но при этом я не буду рисковать, не буду делать супер огромные ставки. И скорее всего я буду играть не с людьми в кости, а на рулетке, потому что я хочу попробовать поугадывать числа. Возможно как раз таки сейчас система выдает, так сказать, казино на выдаче, я это естественно буду комментировать, показывать вам. Ну и до казино остаются считанные метры. Сразу хочу сказать, чтобы вы не ходили в казино, потому что я это делаю в целях, знаете, эксперимента. Или же вы можете пойти, если у вас имеется лишняя денежка, с которой вам будет легко попрощаться просто. Итак, я оставлю Теслу плюс-минус где-то вот здесь, смотрите, на парковке рядом с донатной машиной. Подходим к кассиру, покупаем 5, получается, тысяч фишек, давайте для начала, потому что если мы будем обменивать более большую сумму, то у нас будет комиссия. Так, к сожалению, этот стол занят, тут ребята стоят на кости, но на костях я не хочу играть. Здесь также занято, и вот та укромная комнатка, мне кажется, она сегодня нам выдаст, поэтому я хочу постоять именно здесь. Как раз-таки здесь игрок АФК. И давайте где-то буду я ставить по 100 фишек, 100-200 фишек, в принципе, если я сделаю вин, то мне прибавится, получается, 3 миллиона 600. Ну, это если я уже переконвертировал фишки, если в фишках, то 3,5 тысячи. К сожалению, мы, кстати, стоим на столе, где, как бы, я один играю, но этот игрок в АФК находится, и система поэтому дольше крутит ставку. Так, первое число, на которое я поставил, это 17, к сожалению, я не словил, выпало число 12. В моем, как бы, распоряжении, как бы, желании хотя бы словить одно число, где-то за первые 10-15 ставок, дабы я просто ушел в плюс. Заигрываться сильно я здесь не хочу, давайте поставим, может, на 9, либо дабл 12, ну, такое, знаете, предчувствие у меня имеется на эти числа. Также, возможно, я не буду вставлять абсолютно все ставки, потому что, ну, я думаю, не особо это будет интересно. Поставлю, где я, условно, буду близок к победе, либо просто, не знаю, угадаю число. В общем, буду выбирать самое интересное. Число 9 также не выпало, 12, 29, ну, как будто, знаете, прыгает эти числа между собой, и снова выпадет 12. Мы, конечно, можем попробовать пойти к игрокам, которые стоят на костях, но, не знаю, что-то мне не особо нравится в последнее время кости, нравится вот именно на рулетке постоять, знаете, так, не знаю, чайочек попить, единичка падает, к сожалению, но, блин. Что-то какие-то непонятные числа, давайте я буду, наверное, методом повторения делать после этой ставки. Я сейчас поставлю на 29 и посмотрим, что выпадет. 25, 25, тоже вот как-то непонятно, что-то падает, 25, единичка, ну, давайте на 25 дабл, как я и говорил, буду метод повторения использовать. Еще имеется тактика на Радмире от Арана, то, что можно ставить на числа от 1 до 36, то есть, получается, единичка, потом на двойку, потом на тройку, и, якобы, ты таким образом, как бы, сможешь угадать число. Конечно, можно по-всякому эти тактики, как бы, рассказывать, комбинировать, это придает интерес к игре просто. Пожалуй, поставлю на 17, не буду ставить на 19, но, как будто, знаете, сейчас какой-то закон подлости сыграет, просто выпадет 17, ой, вернее, 19 вместо 17, или просто я сейчас буду на другие числа лупить и выпадет 17. Вот это постоянно такая тема проскакивает здесь в казике. Ну-ка, давай, давай, выдай просто, 18, но, кстати, я был близок между двумя зайцами, а 19, 18, но, как будто, блин, как будто снова 19, либо 18, вот что-то какое-то у меня предчувствие такое нездоровое имеется. На эти два числа давайте сейчас посмотрим, вдруг оно будет так. Ребята, я словил число, я словил, 3,5, ребята, я просто словил, отлично. Давайте сделаем еще 5-6 ставок и попробуем с ребятами на костях. Смотрите, эта тактика работает. Я рассказывал в роликах то, что у меня имеется такая комбинация, и не знаю, я нигде ее не слышал ранее, комбинация из чисел, которые выпадали. Условно было там 9, 12, 9. Я с такой же поочередностью через ставок там 10, 12, если оно начинает какое-то число из этих повторяться, просто буду лупить, и зачастую оно у меня получается. Ко мне даже подписчик в рубрике «Путь бомжа подходил», говорил типа «Егор, спасибо, там тактика рабочая». Не знаю, завязал ли он с казино, либо, не знаю, успешно поднял бабки, развивается на сервере, но долгое время я его уже не видел. Планирую я еще где-то сделать 3 ставки и перейти на кости к парням. Давайте поставим на 15, давайте на 16. Может как-то в зеркальной поочередности, типа 19-18, а тут будет 15-16, и потом снова 15. Ну, конечно, это я губы раскатал очень сильно. 19, парни, 19 у нас уже было, кстати, давайте выйдем со ставки. А, подождите, зачем выходить, вот как раз-таки оно недавно было. Давайте попробуем на 18 залупить 200 фишек. Вот такой, так сказать, вабанк пойдем небольшой. И как раз-таки я рассказывал за ту тактику, которой я пользовался. Вы смотрите, не знаю, может получится, может нет. Как говорится, раз в год и палка стреляет, но что-то подсказывает, что нет. Вот именно на ролик взяло наговнило. Но, это только на этом ролике наговнило, потому что не один раз я ее использовал, когда записывал другие ролики. Условно, там, путь бомжа, либо путь до 200 миллионов на самолетах. 24-27, 27, любимое число моего подписчика Янга Картера. Он постоянно мне присылает видео ВКонтакте и там, где просто залетает в казик, ставит на число винет. Повторилась шестерка, давайте попробуем на 15. Давайте попробуем на 15, 200 фишек и давайте, вот, 263 фишки, как раз-таки, all-in. Чтобы было красивое число и перейдем к парням, которые стоят на костях. Как говорится, да-да-нет-нет, да будет свет. 263 фишки списано, я очень надеюсь, что выпадет число 15. Давай, просто выдай, вот так на ролик, красиво сделай. Ребята, я ничего не буду комментировать. Я просто гуру казино, я знаю эту систему. После 15, в прошлый раз было 19. Давайте я заряжу 334 фишки на 19. Смотрите, два числа я уже угадал. Просто максимально спокойную реакцию я выдаю. Потому что, не потому что ютуберам подкручивать, не потому что казино мне сейчас подкручивает. А потому что я уверен в том, что я делаю. Но 19, скорее всего, сейчас не выпадет. 26, в принципе, это было читаемо. Точно, точно последнее. 26, 28. Делаю 300 фишек и перехожу на кости, тоже где-то на ставочек 5 по миллиону. И, смотрите, с плюсом я уже спокойно могу покидать казик. Напомню, я не менял все 10 миллионов, а обменял только 5. То есть, с 5 миллионов я уже поднял 16. Конечно, можно в идеале уйти, но как будто ролик это будет не тот. Не особо интересно. Блин, опять 15. Давайте перейдем на кости, но на костях немного людей, к сожалению. Смотрите, Коломойский так же самый, как я стоит. И тут, наверное, ребята играют по миллиону. Давайте залетим. Х4 я готов. Создали ставку на миллион. Давайте, 5 ставочек я залечу. Ребятам падает 4, тройка. Макс Керч. Керч со мной. Ну, борьба у нас с ним будет. Мне падает десятка. Я виню, ребята. Плюс 4 миллиона. Давайте 3 раза еще, 3 раза, чтобы, так сказать, остаться в нуле. Заигрываться я сильно не хочу. Максу девятка. Ну, девятку тут сложно будет перебить. Да, мне выпала пятерка. В принципе, я не расстраиваюсь, потому что, ну, как бы не всегда побеждать. Еще 2 ставочки мы с вами поиграем. Возможно, заберем. Возможно, заберем бабки. Пятерка падает. Барсику, шестерку, Даниэлю. И как будто нужно на третьей секунде вскрываться. Шестерка также моему оппоненту падает. Мне падает девятка, ребята. Еще один вин. Вообще отлично. Давайте последнюю ставку. И раз я в таком огромном плюсе, давайте я разыграю лямчик среди вас. Вам нужно просто написать ник свой в комментариях. Поставить лайк. Ну, и, конечно, чтобы этот комментарий желательно был связан с видеороликом. Ладно, еще одну ставку я зайду. И рандомному игроку из вас я просто скину миллиончик на банковский счет на шестом сервере. А нас, к сожалению, не будет. Х4, давайте Х3. Барсику падает пятерка. Барсику прям вообще конкретно не везет. А давайте я выкину системой. Что-то мне кажется, десятку я вряд ли перебью. Да, десятку я не перебил. Четверка мне выпала. И давайте просто уходим, так сказать, забрали бабки и покидаем это логово. 19 тысяч фишек, ребята. Просто это самый лучший заработок. Но я повторюсь, это как будто магия. Хогвартс какой-то. Раз в год и палка стреляет. Я, честно, не ожидал, что я столько заработаю. Комиссия составляет, получается, 380 тысяч. Конечно, многовато. Ну что, друзья, вот такая серия вышла. Я надеюсь, что она вам понравилась. Достаточно получилось необычно. Я даже сам не ожидал то, что я, во-первых, угадаю два числа. И не ожидал то, что я вообще просто уйду в плюс. И как бы денежки на контент. Это всегда круто на всякие розыгрыши между вами. Поэтому, ребята, на этом мы заканчиваемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Гарли. Всем удачи, всем пока-пока.